Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Юлия Рябинина. Что-то я засиделась и отправилась в славный город Калугу. Вот сейчас я нахожусь на Театральной улице, она пустая, это пешеходная улица Калуги. Пустая, потому что утро. А что хочу сказать? Когда произносится слово «Калуга», сразу в голове такая уже сбитая фраза «Колыбель космонавтики». Действительно, в Калуге жил Циолковский, и все основные труды по теоретической космонавтике были созданы здесь. Но история Калуги намного богаче, чем просто история жизни Циолковского. Этому городу более 650 лет. Правильно? Мои преподаватели по МГУ, не стыдитесь меня, я стараюсь правильно склонять числительные сложные. Поэтому сегодня мы пройдемся по Старой Калуге, пройдемся по Новой Калуге, сходим в музей истории космонавтики, потрясающий музей, и познакомимся с этим городом, с этим симпатичным, богатым историей городом. И вы для себя решите, стоит ли вам уезжать на 2-3 дня из Москвы, чтобы прогуляться по Калуге и ее прекрасным улицам. Говорят, что Калуга находится в кратере от метеорита, который падал 380 миллионов лет назад. Калужане не отличаются особой скромностью, ведь сделали глобус. И на этом глобусе отметили только один город. Ну, как ни трудно догадаться, Калугу. Мы при этом калужане, Гоголя не любили. Знаете почему? Потому что персонаж у мертвых душ, он списывался калужам. Поверьте, ребята, это смотрится очень круто. Охолодеют ноги. Ага. На улице голод, голод одиночество, надо подкрепляться, я не могу вас отпустить голодными, давайте. Яблочное пюре, клюквенный сок. Я все не могла понять, что там за такой ингредиент, который придает в такую юбинку. Это солодка, ребята. Рекорд поставила бабуля 60 лет, которая поднялась на эту скамейку. Подожди, я должна их. А, слушай, реально на нее не забраться-то. Я заканчиваю свой рассказ о Калуге. А вот, собственно, так выглядел макет дирижабля, придуманного и созданного Константином Циолковским. Легендарный космический корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин впервые полетел в космос. Посмотрите на этого монстра. Это реактивный двигатель второй ступени. Первое упоминание Калуги было в 1371 году в грамоте литовского князя Альгерета. Калуга упоминалась в связи с тем, что мы находились на границе. Соответственно, с одной стороны была Литва, а с другой – Москва. Вот нас перетягивали туда-сюда, как сам настоящий канат. А если говорить про наших русских князей, то среди наших мы упоминались при Дмитрии Донском. Когда он написал завещание, что Калуга отходит и у сына Андрея. Но если все же брать за сну в 1371 год, то в этом году Калуге исполнится 651 год. Калужане не отличаются особой скромностью. Видите, сделали глобус. И на этом глобусе отметили только один город. Ну, как ни трудно догадаться, Калугу. Перед вами ансамбль гостинных рядов. А гость со старорусского переводится как «богатый купец». Соответственно, все это принадлежало нашему Калужскому купечеству. А оно же и уделяло деньги на строительство данного ансамбля. Среди знаменитых магазинов здесь было два. Это книжный магазин Антипина, сочленный магазин Почапина. И оба они были связаны с Гоголем, который в Калуге не раз был. Он здесь жил, творил и даже активно сходил с ума. Но прино-калужане Гоголя не любили. Знаете почему? Потому что персонажа «Нертвых душ» он списывал с Калужан. И те настолько боялись стать прототипом какого-нибудь мерзкого купца, что убегали от него со всех ног, стоило увидеть. Так что, когда будет читать, перечитывать или просто рассказывать про мертвые души, помните, это наши калужские купцы, которые не сумели унести от Гоголя ноги. Вот это красивое серое здание за моей спиной, такое нетипичное для купеческой Калуги, это дом купца Теренина. Он как бы связан с трагическими историями в жизни этой семьи. У него погибли дети в довольно раннем возрасте. И из погибших детей он сделан от входа в свой дом, в рельефе в виде ангелов. Но по странному истечению обстоятельств, после того, как дом был национализированный, перешел к советской власти, здесь почему-то открыли ЗАГС. И говорят, что некоторые сотрудники ЗАГСа видели девушку в белом платье, прогуливающуюся по первому этажу. Говорят, это привидение дочери купца Терентьева. А мы с вами направляемся с Кверлинином. Когда-то он назывался Плац Парадной площади. Здесь проходили парады, смотры. Отсюда уходили на войну войска. Сюда же они возвращались. Когда-то эта площадь была абсолютно плоской. Здесь не было ни одного дерева. Зато находился так называемый чугунный бассейн купца Макарова, то есть фонтан. Дело в том, что наш Макаров очень любил ездить в Европу. И вот ему настолько нравились местные фонтаны, что он точно такой же захотел поставить у нас в Калуге. А водопровода-то у нас не было. Потом бассейн так называемый поставили и подвели к нему подземный источник, который до сих пор у нас под ногами протекает. И использовался данный бассейн исключительно как поилка для лошадей, ну или на случай пожара. А потом, когда привели нормально, в добровольный бассейн отсюда убрали. А мы с вами заходим в наш городской парк культуры и отдыха. Раньше он назывался городской сад. А вот парк Толковка был загородным. Вот такие два похожих, но не похожих названия. Ну а сейчас мы с вами пойдем гости к старому древнему дереву. Это дуб, которому не менее 500 лет. Поэтому с вами просто обязаны к ним сходить. К тому же дерево у нас волшебное и умеет исполнять желания. Место, где можно загадать желание, Ира вот уже загадывает его, это дуб. Если три раза вокруг него обойти, то, наверное, у нас будет. Видите, так как много калужан ходило вокруг дуба и загадывало желание, то там всю почву истоптали. Говорят, нельзя. Говорят, нельзя ходить рядом за этим. Ну, мы блогеры, люди наглые. Я похожу. Раз. Два. Три. Ну, кстати, главное условие исполнения желаний это просто, верно, искренне верить. Ну, и наш знаменитый каменный морд, но он у нас проявляет в этом древе. Его построил Никитин в 1778 году. Он сделан как римские акведуки, но учитывая, что мы враги, у нас реки нет, есть только маленький узенький рычаг. Соответственно, мост у нас не акведук, а биодук. Но в любом случае, он является единственным таким уникальным сооружением во всей России. Больше у нас нигде такого нет. По высоте он представляется в 25 метров. Если сравнить его с пятиэтажным домом, то это 18 метров, а мост получается выше пятиэтажного дома. Поверьте, ребята, это смотрится очень круто. Охолодеют ноги. Ага. Очень высокий, очень мощный, прям поражает. Как в Древний Рим возвращаешься. Это мост, что сейчас, что раньше, привлекал любителей с него спрыгнуть. И в наши дни даже была правдивая история, когда жених с моста уронил невесту. Почудить захотел, и все. Невеста-то выжила? Нет. Ну, что так вот. 25 метров. Ну, вдруг. Нет. Раньше данное местное замостное называлось завершием. И здесь проживали богатые ремесленники. А то, что осталось назвать белыми, там жили купцы и аристократы. И в обе части города постоянно друг с другом ссорились и ругались, так как одни были просто богатыми, а другие еще и благородными. Но со временем, после того, как Нигерис пострел данный мост, ссоры постепенно утихали. И даже некоторые богатейшие купцы переехали в эту часть города. Например, скоро впереди мы увидим большую каменную усадьбу купца Золотарева. Купец Золотарев. Изначально он был сам мгновенным торговцем. У него была серебряная лавка, где он торговал серебряными изделиями. Но со временем он разбогател, когда начал торговать сединой и парусиной. И построил огромную каменную усадьбу. И раньше прямо до реки отсюда уходил огромный роскошный сад, который, к сожалению, до наших времен не сохранился. Вот, смотрите. Это рядом с краеведческим музеем называется «Калужское тесто». Здесь можно попробовать калужские сладости. Потому что на улице голод, голод одиночество, надо подкрепляться, я не могу вас отпустить голодными. Давайте. Так, это что? Это расскажите, что это? Конечно, это калужская хрустящая пастила. В общем, яблочное пюре, клюквенный сок. И я все не могла понять, что там за такой ингредиент, который придает в такую юбинку. Это солодка, ребят. В Калуге существует четыре гастрономических бренда. Калужское тесто, калужский пьяный пряник, наши хрустящие пастила и знаменитые заверинские гадательные баранки. Первое место, конечно, в Калуге занимает это калужское тесто. В простонародье его называли «мягкий пряник» или «непеченный пряник». И где-то его сразу сырым. Это готовый кондитерский продукт. Из-за этой сладости Глеб Успенский даже обозвал кулужа на всю Россию тестоедами. А город Калугу называли «тестоедец». Это был изысканный десерт. Калужское тесто всегда употребляли только с чаем. Отдельно калужское тесто никогда не ели. Вообще, Салтыковщий Дрин пишет, что в Калуге кроме разголубей наградь до калужского теста не смотреться было и нечего. Но это, конечно, не травма. Это пряник. А мне вот картошку больше надо. Пряник, потому что там есть корица с медом. Это типичная пряничная история. «дедушка пряником». А, дедушка? Это более старейший продукт, чем сам пряник в нашем его понимании. Дальше идет калужский пьяный пряник. Его так просто назвали в простонародье. Сначала он был пряным, но люди решили назвать его пьяным, потому что он всегда идет с добавлением коньяка. И как у нас вообще в городе говорят, что больше 10 пьяных кряник в течение часа одному человеку есть не рекомендуется. Или опьянеете, или упадете. Еще один наш такой бренд это знаменитые заверинские баранки калужского купца Заверина. Он делал баранки необычной формы. Они всегда были у него вытянутые. Он такие специальные создают для чего? Для того, чтобы он больше вмещался на противень. Заверин просто взял баранку и сузил. Этим угадывает основные покупатели. У него были гимназисты. А баранка очень удобно входит во внутренний карман. Ее можно было с собой носить. Но заверинок продаж было мало и он идет на хитрость. Он в баранки добавляет цукаты. Красный, зеленый и желтый. Девушка, когда покупает баранку, если первый цукат ей попадался красным, значит выйдет замуж она красной. Если зеленый, то на троицу. Ну а если желтый, ну ждать ей до осени. Но результат был один, что все равно она выйдет замуж. А это вот наша калужская хрустящая пастила. Она занесена в уникальное производство Калуги. В составе кроме яблока больше ничего нет. Здесь нету сахара, нету патоки, нету меда и даже яичного белка. То, что мы сейчас пробовали. Да, это такая, да, нашла. А все остальное это наши калужские лакомы. Кстати, вы ключи от квартиры не теряли, не вошли. О, как раз. Спасибо большое, Марина. Адрес-то мне скажите. Сейчас я нашепчу на ушко. Теперь конкурс. Вы должны догадаться, что это. Да, подождите. Похоже что-то между канделябрами, в смысле подсвечниками. Я думаю, это салфетница. Это салфетница? Нет. А, это для сигар. Пепельница она и есть. Может быть, это чаша весов, которая была с одной стороны, с другой, отмерять что-нибудь. Мы сдаемся. Ну что, спички. Царские спички были намного шире. Брался коробок, вот так вот одевался. То есть, он, видите, до половинки вытаскивался. Спичница. Брали спичку. Ребята, я была близка, я сигаретница подумала. Это все-таки вот такая высокая культура сервировки. Это надо же было, даже спичницу придумать. Крутые, крутые вещи. Раз-два призы выиграли. Да? Все-таки догадались. А какие призы, кстати, за салфетки? Сладкие, бутылка Сидора. Вот такие. Будем сами платить за салфетки. Я бутылочку воды купила. Так, ну, вроде обычная, да, с виду скамейка, ребят? Скамейка к скамейке сейчас я покажу. Во! Она выше человеческого роста. И говорят, что рекорд поставила бабуля 60 лет, которая поднялась на эту скамейку. Мне пока не 60, но уже скоро будет, поэтому я тоже поставлю собственный рекорд. А как ее забирать? А, кстати, забраться на нее сложно. Подожди! Я должна их! А, слушай, реально на нее не забраться-то. Ну, в общем, ребята, я рекорд ставить не буду. Я просто вот так. Тут даже никаких приспособлений нет. Я вот так. Вот во дворе домика Циолковского сделала небольшой отдых и расскажу об этом домике и о том, как здесь жил гений русской космонавтики. А он его, этот дом купил в 1904 году. И здесь была всего лишь одна жилая комната, кухонка и холодная комната, чуланчик. Это так называемая прихожая-столовая в доме Циолковского. Все так очень как чистенько, аккуратно, швейная машинка. Здесь собиралась семья, пила чай. Вот это кружка самого Циолковского, на которой написано «Бедность ущет, а счастье портит». Ну, спорная, конечно, история, но с гениями не спорят. В левой половине был кабинет Циолковского. Ставил рояль, вот стол, за которым Циолковский работал, и небольшая кроватка. А вот эта деревянная перегородка, за этой деревянной перегородкой жила семья, целая семья Циолковского. И после того, как дом расширили в 1908 году, вот за этой перегородкой жила средняя дочь Циолковского Мария. Видите, как все скромненько кроватка. Вот ее портрет. Это кухня в доме Циолковских. Очень все скромно. Печь дровяная, мясорубка, кухонная утварь. И вот эта огромная, посмотрите, какая русская печь. В 1908 году очень сильно разлилась АКА. И дом сильно пострадал. И тогда его отремонтировали и расширили. Сделали первый этаж и построили второй этаж, где разместилась комната Циолковского, кабинет комнаты его жены и так называемая веранда мастерская. Вот это кабинет Циолковского, где он проработал целых 25 лет. Электричество в доме появилось только в 1931 году. А до этого он работал с керосиновой лампочкой. С этой керосиновой лампочкой кабинет не отапливался, но печки не было, он отапливался домоходов, который шел с первого этажа, вот он домоход, со светелочки. И лишь когда было совсем холодно, вот топили такую буржуйку. А это веранда мастерская, которая тоже была наблюдал за небом и мастерил всевозможные станки, на которых работал гений русской науки. Вот она, дорога в небо. Отсюда Циолковский наблюдал за небом, мечтал, а мечты его воплотили жизни. В этом домике, который находился даже на окраине Калуге, Циолковский прожил целых 29 лет. Вы представляете себе, какой огромный срок. Здесь как раз были написаны самые важные работы по космонавтике, по воздухоплаванию, по созданию реактивных двигателей. То есть по сути все самое важное он создал здесь. И лишь 75 лет, когда уже Циолковский был известным ученым, и его юбилей праздновали очень широко, этому пожилому человеку дали нормальную квартиру в доме номер один по улице его же имени. Дом, к сожалению, пострадал в годы оккупации. Здесь жили немецкие солдаты, и были утеряны очень многие мемориальные предметы Циолковского. Но потом уже после войны он все-таки был восстановлен. И по крайней мере у меня ощущение, что здесь дух ученого витает. Что-то сохранено, какая-то необыкновенная атмосфера, атмосфера человека бессеребряника, чудика, гения. Таких в мире немного. Мы все их знаем. Все имена мы знаем. Это Иисус, это великий испанец Гауди, Дехтелерон можно перечислять многое, в том числе Циолковский, может быть, он, конечно, не был нищим, но просто человек, который вообще открыл целый новый научный мир и жил так скромно и так непритязательно, он заслуживает и восхищения, и уважения, а временами даже непонимания. дирижабля, придуманного и созданного Константином Циолковским. Еще одна безумная модель Циолковского это многофюзеляжный аэроплан. Благодаря большому количеству двигателей он должен был отличаться большой надежностью и грузоподъемностью и садиться на любую поверхность. Еще в 1930 году Циолковский задумал в своей веранде мастерской создать реактивный двигатель на жидком топливе. И вот одна из его идей это стратоплан полуреактивный. На этом самолете как раз установлен реактивный двигатель, который заводится с помощью водорода. легендарный космический корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин впервые полетел в космос. Катапутное кресло пилота корабля «Восток». А рядом с ним спускаемый аппарат космического корабля. А что внутри находится? вот здесь лежит пилот. Такая совсем маленькая маленькая даже не комнатушка, а емкость какая-то. Это жидкостный ракетный двигатель, который устанавливается на первую ступень ракеты, самую большую ступень. А вот рядом с ним тоже ракетный двигатель, но для третьей ступени. А это уже зал следующего поколения ракетных аппаратов и в первую очередь «Союз-34». Непилотируемый аппарат, который доставлял космонавтов всякие грузы на станцию. Многоразовый пилотируемый корабль «Орел». Он доставлял на станцию, на орбиту груза и мог доставить до скольки? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. До шести человек. Видите, они находились вот в таких люльках. Посмотрите на этого монстра. Это реактивный двигатель второй ступени. Вообще. Если бы вы видели его размеры, он я поражаюсь. Есть умные иллюзии. Посмотрите на это все. На эти все штуки. Это надо придумать, создать. Это выше моего понимания. Этот монстр автоматическая станция Луна, которая первая доставила на Землю образцы лунного грунта. Луноход. Посмотрите, какие у него колесики. знаете, похоже на цистерну, большую цистерну на колесиках. Я так понимаю, что все очень сложно устроено, поэтому лучше я помолчу. Ребят, я преобалдеваю. Мы начали знакомство с таким космосом, калужским космосом, не калужским, российским, международным космосом, с маленького домика, маленького, бедненького домика Константина Циолковского, где он на каких-то чуть ли не на создавал механизмы и всякие приспособления для дирижаблей, космических кораблей, самолетов. И в итоге мы пришли в этот музей, где какие-то сумасшедшие корабли, сумасшедшие приборы, торжество научной и технической мысли. И вы знаете, это же такой срок поражает срок. Он в 1904 году, в 1903 году создал свой теоретический труд, а практически почти через полвека был запущен космический корабль. И все это было в России. Вы понимаете, здесь собраны такие умы, такие бошки сумасшедшие, такие трудоспособные люди, энтузиасты, которые были готовы не спать, не есть, ради мечты. это было все ради мечты, не ради денег, но может быть немного ради славы, но все равно двигала мечта, желание проникнуть туда, проникнуть туда, где раньше мы не были. Это очень заводит и очень мотивирует. И если говорить, вы знаете, о патриотическом воспитании русских ребят, то не надо их водить на парады, ну может быть надо, но в любом случае, мне кажется, более мощное воздействие окажет посещение вот этого музея истории космоса, космонавтики в Калуге. Очень крутовое музее, когда ты понимаешь, какие мы крутые, какие мы умные, какие мы молодцы. И не надо стыдиться слова русский, потому что этим словом надо гордиться. Вот здесь под соплами космического корабля, откуда врываются огненные потоки и уносят этот корабль на околокосмический орбит, и я заканчиваю свой рассказ о Калуге. Вообще, вы знаете, находиться здесь и видеть космический корабль с этого ракурса, это просто какие-то мощнейшие впечатления, и для того, чтобы их получить, вам не надо куда-то ехать далеко, вам не надо платить кучу денег, два часа на машине или на электричке или на поезде из Москвы и вы находитесь в Калуге. Поэтому, друзья мои, путешествуйте, будьте любознательными, будьте непоседливыми, вставайте с дивана, берите детей и отправляйтесь туда, где интересно. Пока!